Всем большой привет из Харькова. Сегодня 10 июня 2021 года и как раз разгар цветения ирисов бородатых в нашем регионе на севере, а на юге они наверное уже закончили цветение. Дорогие цветоводы, ирис бородатый это не обычное растение, не такое как многие многолетники. Например, ирисы не переносят органические удобрения, это должны все знать и никогда не подкармливать навозом, даже перепревшим. В то время как другим растениям органика очень нравится и они отлично отзываются на такие подкормки. Ирисы не любят переувлажнение почвы. И от этих двух очень важных факторов зависит, будут ли ваши ирисы здоровыми или заболеют ирисовой гнилью корневищ, которая может вообще погубить кусты. Сейчас я расскажу немного из того, что сама знаю об ирисах. Большинство любителей ирисов согласятся с тем, что ни один цветочек в природе не может сравниться с изысканными по форме крупными и душистыми цветками ириса бородатого. Его цветок гордо раскрытый и как бы устремленный вверх, переливается всеми красками. Настолько он изысканный и благородный, что не может оставить равнодушными не только ирисоводов, но и любого человека, который впервые увидел этот цветок. И так начинается у людей обычно заболевание ирисами. Даже запах сильный, но не удушающий, не повторяется среди многообразия сортов ирисов. Он просто неповторимый. Каждый сорт имеет свой оттенок запаха. И на запах ирисов не бывает аллергии даже у людей, которые к ней расположены. У ирисов бородатых самая широкая гамма оттенков. От чисто белого и до почти черного. Многие темные сорта ирисов бородатых имеют бархатные лепестки, как бы бархатные. Не существует в природе только чисто красного алого цвета. Но селекционерами уже созданы сорта ирисов бородатых, которые по цвету наиболее приближенные к красному цвету. Это разнообразные оттенки вишневого цвета, ну почти красные, но очень темные. И насыщенные оттенки кирпичного цвета тоже их принимают за красные. Можете посмотреть в моем каталоге, там есть и среди новинок такие вот красные темные цвета ирисов. И среди не очень новых ирисов это сорт динамит, который очень пользуется спросом. И раньше он был самым красным, а теперь его, конечно, обошли другие новинки красных ирисов. Ирисы использовались для украшения садов в различные времена. История ирисов бородатых очень старая. Ирисы привлекали человека не только своими прекрасными цветами. Ирисы также ценили как лекарственные растения, парфюмерное и кондитерское сырье даже. На протяжении нескольких столетий итальянцы из корневищ ирисов извлекают ценнейшее эфирное масло, которое обладает нежным запахом фиалки. И отсюда произошло второе название корневища ириса – фиалковый корень. Корневища ирисов используются в парфюмерной промышленности при изготовлении дорогих духов, кремов. Корневища ирисов также применяются в производстве ликеров, марочных вин, кондитерской промышленности. С конца 19 века ирисы бородатые становятся очень распространенной цветочной культурой во многих странах Западной Европы и Америки. В это время началось активное создание гибридных форм ирисов бородатых, и наибольшая заслуга в этом принадлежит английским ботаникам, но это на то время – Фостеру и Дайксу. А в настоящее время больше всего селекции ирисов занимаются в Америке, в Соединенных Штатах и в Австралии. Для нашей страны, Украины и также страны СНГ, ирисы – культура относительно новая. Широкий интерес к ирисам появился только в послевоенный период, и первый иридарий в СССР был создан в Ленинграде в 1962 году. В настоящее время в ботанических садах Украины и страны СНГ имеются большие коллекции ирисов, но самые богатые коллекции ирисов бородатых сосредоточены в частных любительских садах коллекционеров ирисоводов, которые насчитывают сотни новых сортов. На земном шаре произрастает около 250 видов ирисов, и культурные сорта ирисов произошли от своих диких прародителей. Все садовые ирисы подразделяются на несколько классов. Ирисы бывают бородатые, вот то, о чем я рассказываю, сибирские ирисы, спурия, японские, мечевидные, ну и другие есть. Все виды ирисов отличаются друг от друга строением, а также требованиями к условиям выращивания. Самые распространенные в наших садах – это, конечно же, ирисы бородатые. Но некоторые любители цветов не решаются сажать на своих участках ирисы бородатые, полагая, что гибридный ирис – это растение южное или тропическое и не приспособлено к нашим климатическим условиям. Но такое мнение у людей постепенно уходит на задний план, так как уже многие сталкивались с этим растением и убедились, как оно прекрасно зимует в нашем холодном климате. Ну, конечно, это ошибочное утверждение. Гибридный ирис бородатый родом ниоткуда, он не южное растение и не имеет конкретного места рождения. В его рождении принимали участие ирис германский, ну, как дикий. И некоторые интернет-магазины даже обозначают вот эти гибридные ирисы бородатые, как ирис германский. Но это неправильно. И участвовали также многие виды и сорта ирисов, которые произрастали в разных уголках земного шара, и в том числе выходцы из Северной Америки и Евразии. Все новые сорта, постепенно появляющиеся на европейском рынке, уже проявили себя как мороза и засухоустойчивые. Ирисы бородатые добрались благополучно даже до северных областей России. И растут они, и прекрасно размножаются в открытом грунте, и радуют своим сказочным цветением северян. Кстати, многие люди, впервые увидевшие на рынке эту мерцающую всеми цветами радуги красоту, сначала восхищаются, удивляются, нюхают, а потом сомневаются и спрашивают, а не в теплице ли выращены эти сказочные цветы? Ну, всем, кто не имеет еще достаточного опыта и знаний по выращиванию ирисов бородатых, я хочу сказать, что в теплице ирис вырастить без всяких осложнений очень сложно. Это не розы. Постоянные влажности, тепло вызовут грибковые заболевания, и корневища ирисов начнут гнить, и растения могут погибнуть. Но, чтобы получить раннее цветение, например, кто продает ирисы на рынке с цветами и с корнями вместе, то они так делают. Ну, для этого нужно брызать фунгицидами против загнивания, ну, и следить за проветриванием больше, чем за другими растениями. И, в принципе, это возможно. В настоящее время в официальных списках американского общества ирисоводов зарегистрировано более 35 тысяч, даже 36 тысяч уже сортов ирисов, и большинство из них выведено селекционерами Соединенных Штатов и Австралии. Ежегодно американским обществом ирисоводов проводятся выставки ирисов, привезенных из разных стран мира, и члены международного жюри делают оценку сортов ирисов по различным параметрам. По таким как величина цветка, цвет, запах, строение лепестков, устойчивость срезки, устойчивость к погодным условиям, к морозу, к засухе, устойчивость к болезням. Самый достойный из достойных сортов, представленных для оценки, только один в году получает наивысшую награду – медаль Дайкса. И современные сорта ирисов, новые сорта, в основном они очень хорошо переносят всякие погодные катаклизмы. Например, ветер, ураганы, бури – они все прекрасно выдерживают, стоят как солдатики. И вчера у нас был сильный ветер, ну, чуть ли не ураган вечером. И гроза, и сильный дождь. И утром я выхожу, ирисы стоят, как будто им ничего даже и не повредило. Некоторые цветочки, которые уже закончили свое цветение, они уже висят как тряпочки. А бутоны, они раскрываются вновь и вновь, и такое впечатление, как будто на эти кустики ничего не повлияло. Вот такие они сейчас устойчивые. Дорогие друзья цветоводы, дачники, саженцы ирисов можно купить в нашем интернет-магазине в Харькове. Заказы можно делать через корзину на сайте, или по телефону письменно, на вайбер или на ватсап. Номера есть на сайте. Это моя собственная коллекция. Саженцы отправляем свежие, вызревшие. Они доходят новой почтой в отличном состоянии. В каждую посылочку, независимо от суммы заказа, мы вкладываем подарочки в виде других сортов ирисов. Почитайте на сайте комментарии, как люди радуются этим подарочкам. Больше, чем самим заказом даже. Расходы на доставку почтой вам точно окупятся. Желаю вам успехов и хорошего цветения вашим цветочкам. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось видео. Такое движение на канале нужно для алгоритмов Ютуба.